И вот мы приехали в порт, значит просто по навигатору выстроили, переехали через шлагбаум, заехали на территорию И вот парковка сразу же для байков стоит 50 бат в сутки Соответственно, ну удобно, можно оставить здесь байк Мы едем на ночь, переночуем там, на Пхипхи И завтра вернемся сюда, заберем байк Заплатим за него 50 бат У нас андаман вейв, мы взяли на 13.45, это значит, что вернуться можно андаманом вейв только Либо на 11, либо на 14.30 Не знаю, насколько стоит переплатить по 500 бат за человека за спидбот, решили не переплачивать Так что купили за 1000 туда-обратно Вот такая красота Так удовольный Так, мы с вами отбываем с гейта номер 3 Андаман вейв! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Почему-то, ну потому что мы только завтракали Сюда плыть 2 часа, ну там пока доехали до порта и так далее Вот, зашли в 7-11, взяли сейчас сэндвич и бургер Ждем, пока греют И пойдем дальше Решать вопрос с жильем Пока что вот то, что мы видим, это такие улочки пешеходные Очень много заведений, магазинов и так далее Мы, как всегда, не без приключений У нас с собой нет ни одного паспорта Потому что мой паспорт в залоге за байк А паспорт Нилы у нас не с собой Вот, и при заселении в любой отель Чаще всего, да практически, по-моему, всегда Без паспорта очень сложно заселиться Ну, в данном случае это загранпаспорт Соответственно, мы сейчас не понимаем, заселимся мы или нет Смотрите, что Нила заказала Пайнапл райс Вот такое блюдо Мы его будем есть долго, судя по всему Да? Да Смотрите, какой стиль Ужинаем Вообще, подтай супер правильный Не знаю, каким он должен быть Но есть ощущение, что он должен быть именно таким А как тебе ананас? Очень вкусно, а внутри прячутся креветами Значит, когда мы приплыли на Пхи-Пхи Мы успели немного прогуляться Начался дождь Зашли в Макдональдс Для того, чтобы подзарядить телефон И найти отель Потому что у нас сорвалась бронь отеля Может быть, Нила более подробно об этом расскажет А может, нет В общем, начали искать жилье И нашли старым добрым способом Пешком Заходя в разные понравившиеся отели Нашли отель Заселились Очень хороший отель Заселились Ну, уже стемнело В этот момент Заселились Искупались в бассейне И пришли Вот Гуляем Ужинаем Вот такие у нас блюда Пьем пивко Вот Чуть-чуть устали Потому что, ну Плыли сюда Потом Вот это с жильем Дождь Дорога Все такое Завтра пораньше будем просыпаться Для того, чтобы успеть что-то посмотреть Придумать активности И так далее Так, мы сейчас в 7-Elevenе Пхи-пхи Смотрим цены Так Вот Начиная с 58 Помню, что у нас стоят 49 Они И вообще у нас нету В целом в 7-Elevenе Цены Типа 88 бат Вот У нас, по-моему, максимально Это, ну, типа 70 Вот где-то так Зато смотрите-ка Что у нас есть С трюфелем С трюфелем Сказать С сосисочками Интересненько 68 бат Так что В целом Вы можете бюджетно питаться На пхи-пхи Тут есть Все возможности Хот-доги У нас, по-моему По 30 с чем-то Левая или синха 89 89 Синху Хочешь? Да Ой О, боже, че О, боже, че Продолжение следует... 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 сейчас но вроде нормально такие здесь виды ночью ходили на пляжную вечеринку блин прикольно очень весело пляжные вечеринки штука веселая не для меня но я вообще не любитель вечеринок клубов танцев и так далее вот но с точки зрения атмосферы это атмосферно это круто это все еще территория нашего отеля те самые бунгало вот такая бассейн зона очень симпатичный бассейн идет он вокруг вот этого здания здание вот это не жилое то есть не для номеров по моему там сцена какая-то или может быть там спортзал на самом деле нет времени разбираться в этом вот мы сейчас пойдем искупаемся на крышу то есть вот на этой крыше тоже есть бассейн хотя может быть и здесь искупаем сейчас посмотрим вчера мы на крыше купались ну да на крыше просто вид поинтереснее что мы вчера видели очертания гор красивых но в темноте было ничего не видно в общем отель рекомендуем отель очень классный единственное что нам достался номер вот можно посмотреть вот так вот вот там вот наш номер вот и стоило стоил он полторы тысячи бат вот вот здесь номера и бунгало вероятнее всего стоят подороже но я думаю что можно найти всегда что-то для себя good morning на острове очень много котов что придает ему дополнительный шарм потому что мы ночью гуляли по улочкам где живут местные жители по таким темным очень улочкам было интересно атмосферно и повсюду были коты и еще были огромные улитки после дождя посмотрите друзья как можно жить можно снять бунгало вот байк у тебя стоит прямо на веранде есть место на улице и вот у тебя два шага до бассейна по моему это очень удобно а здесь за этими бунгалами получается уже домики местных полагаю со своими садиками и огородиками тот самый бассейн на крыше нашего отеля вот здесь мы купались вчера ночью вечером смысле просто было очень темно уже как раз прямо наши номера вот эти балкончики один из них наш а вот те самые горы которых я говорил которые потертания вчера мы видели мечеть по соседству итак мы в лодке вот так это все выглядит вот 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 Субтитры создавал DimaTorzok Мы приплыли в Mayo Bay Здесь есть несколько вариантов Первый вариант это поехать с экскурсией Тогда вы будете стоять в огромной очереди на смотровую площадку, которая вот там И для того, чтобы чисто постоять на песке Либо можно взять лодку и подъехать как бы с другой стороны Вот Как мы и сделали Лодка нам стоила на 3 часа 1500 Вот, так что дрейфуем тут на кораллах У нас тут просто прозрачно Прозрачно, там толпа Ну, конечно, если вы, ну, как бы фанат, потолкнется, то можно На 6 утра есть тоже у них экскурсия На 6.30 Но в целом не советуют Из-за того, что в 6 утра, если вы в 7 тут окажетесь Еще не очень хороший свет Вот Нам тоже со светом не могу сказать, что прям супер повезло Но Прям очень красиво Оно того стоит Друзья, вот пляж Maya Bay Мы подплыли с другой стороны И, соответственно, все знают, кто смотрел обзоры на этот пляж Что там все запрещено, там нельзя купаться и так далее Вот, соответственно, мы сейчас видим этот пляж отсюда Там действительно никто не купается Там люди ходят как бы с экскурсией Вот, мы подплыли сюда рядом Здесь такая лагуна И мы здесь сейчас будем купаться О, какие красивые рыбы плавают Нам тут даже маски дадут Смотри, тут офигенно Тут, во-первых, во-первых, тут не мелкая Очень плохие впечатления от поездок на острова И я даже не хотела ехать изначально Потому что мы ездили всегда с экскурсией на один день Для меня это очень тяжело Ты два часа тачишься туда, два часа обратно Это просто физически как бы сложно Когда ты приехал, ты расслаблен Тебя никто не подгоняет Ты можешь распределить время так, как ты хочешь на лодке И заезжать туда, куда ты хочешь Чтобы постоять на пляже Ты платишь еще 400 бат с человека Ну, как бы, мне кажется, такое Мы искупались здесь, поплавали с маской И плывем дальше в следующие места Купаемся в какой-то бухте недалеко от Майя Бэй Уже в другой бухте Вот Нила плывет Майя Бэй Майя Бэй Майя Бэй Майя Бэй Майя Бэй А вот если ехать с группой, видите, сколько народу. Совершенно другое дело. Друзья, вот где мы нашли гондолы и гондолеры. В Таиланде такая лодка называется Long Tail. Ну вот так выглядит просто место. Здесь сидели местные вечером. Уже было очень темно. Они сидели, общались на тайском. И у них тут реклама, то есть есть. И мы с ними подошли, пообщались и договорились на утро. Вот, это буквально в минуте от нашего отеля. И так мы наплавались. Нила так вообще все дно просмотрела, всех рыбок. Ну так рыбы сверху видно. Тапочки, не знаю, тапочки нужны только, если вы не умеете плавать, не умеете держаться на воде. В целом не надо туда совать свои ноги, даже в тапочках в ежа. Но это как бы нецелесообразно слегка. Поэтому плывешь аккуратно по поверхности воды, передвигаешься плавно, без резких движений, чтобы рыбок не спугнуть. И больше всего понравилось снорклинг рядом с Monkey Beach. Хотя вот в Maya Bay, так чуть-чуть в заливе мы там поплавали. Вообще тоже прекрасно, очень много рыб. Сразу как ныряешь, просто огромное количество на тебя высыпается. Честно говоря, лица, которые я вчера видел на пляжной вечеринке, я вообще не понимаю, как они сейчас в лодке там себя чувствуют. Если они, конечно, там. Собственно, что касается вообще цен. Конечно, можно приехать взять лодку здесь. Если вы путешествуете в одиночку, то вам, наверное, будет дешевле с группой. То есть 400 будет стоить экскурсия на полдня. Ну, у нас полдня как раз получилось. И Maya Bay и так далее. И еще нужно будет доплатить там 400 бат за вход в этот национальный парк. Поэтому как бы мы не захотели. У нас бы получилось даже дороже на двоих 1600. А так мы, получается, поплавали вдвоем 3 часа. 1500 у них это фиксированная цена. В целом и в других видео тоже встречала именно эту стоимость. Может быть, можно чуть-чуть торговаться. Но вряд ли вы прям сможете, например, успеть за 2 часа. Или если вы хотите выходить на Maya Bay, то это вообще будет еще дольше. И надо, конечно, раньше 9 начинать сюда все дело. Каких-то сильных скоплений людей мы не заметили. Кстати говоря, будет тикет, обратный билет здесь дешевле. Мы покупали за 500. У нас получилось 500 туда, 500 обратно. На пирсе дальше продавали за 450 бат. Покажем вам. И здесь обратный стоит 400. Получается, выгодно взять 1 и обратный как бы за 400 здесь. Вот так. Ну, минималка, считайте, 900-850 вот за билеты. Кстати, касаемо фильма «Пляж с Ди Каприо». Кто не смотрел, все-таки посмотрите. Очень хороший фильм. Обязательно к просмотру. У меня всю жизнь DVD-диск дома был, но я никогда не смотрел его. Посмотрел первый раз год назад. И на самом деле мне очень понравился этот фильм. Спустя год вот пересмотрели мы его на днях. И я его повторно посмотрел с большим удовольствием. Очень атмосферный фильм, рекомендую. На обед у нас сегодня под тай с креветкой. Мы... Помните, где мы вчера ужинали? Вот то место с розовыми плакатиками. Сегодня мы у их конкурентов. Два заведения друг напротив друга. Поддержим и тех, и других. Все по-честному. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...